В первую очередь хотел бы поблагодарить команду соперника, потому что нам-то может быть не совсем, а я думаю, что зрителям и болельщикам такая напряженная серия, такие две игры, они, конечно, понравились, потому что две команды были абсолютно достойны представлять свои города, свою область в финале. Ну, хочу поздравить своих девчонок, наших девчонок с заслуженной победой, ну и команде соперника пожелать удачного выступления в Еврокубке, это единственный наш клуб, который остался представлять нашу страну на европейской арене. Конечно, тяжело играть, нам две игры было подряд с шестью игроками, ну пусть семью. Тут сказалось, конечно, что у них более равноценный состав, лучшие замены. Ну и некоторые игроки не выполнили то, что просили, все сбилось на индивидуальную игру, поэтому не показали того, что хотели. То, что запланировано на сегодня, не получилось. Я думаю, это от того, что нагрузка была запредельная для некоторых, а на фоне усталости, вот они и ошибки пошли. Мы во втором тайме очень плохо отыграли в нападении. Один короткий утюг, короткий, 16 минут игры, когда мы не смогли добить. Ну и ваши шансы в Сарстовом, как вы оценили бы? Прогнозы дела неблагодарные. Мы рады, что мы пробились в финал, мы будем готовиться к этому сопернику. Александр Николаевич, к финалу Кубка Кубков эмоционально хотя бы восстановить? Я думаю, восстановим. Думаю, что за Кубок подеремся. Потому что этого Христа Бро надо наказывать. И попадается, и попадается. Уже настолько надоело Христа Бро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...